эти насколько большим грехом считается самоубийство самоубийство это оскорбление бога бог дал и родителей бог дал человеку возможность прожить жизнь от начала и до конца и это его подарок человеку и людям поэтому когда человек прекращает эту жизнь то он должен знать это не является для него приоритетом и прерогативой жизнь человека должна заканчиваться самостоятельно жизнь человека должна заканчиваться по закону божьему как бы все это называется божественным промыслом и человек не должен в это вмешиваться так больше гармонии когда происходит разрушение гармонии то происходит разрушение целостной картины я обычно говорю так у меня есть друг и этот друг он мне постоянно там поставлял какой-то товар и там один раз даже не один раз а несколько раз очень хороший товар мне все нравилось но один раз он мне поставил товар который был нехороший и данный товар я его начал продавать и люди начали говорить нет мне это не нравится это не нравится конечно же ему не отдал его сложил его и после чего она у меня там где-то дома валялась потом он мне еще что-то продал то есть на фоне хорошей торговли на фоне хорошего товара он периодически делал так там звонит допустим говорит мне надо срочно это продать пожалуйста помоги мне больше никому обратиться я говорю хорошо и он мне в этот момент отдавал обязательно какой-то очень плохой товар и так делал несколько раз а потом я ему позвонил и говорю ты знаешь ты мне не давай больше товар почему но потому что я не хочу у тебя покупать почему потому что ты периодически мне даешь какую-то гадость и вот эта гадость она у меня накапливается она мне не нужна и он мне говорит но я же много раз сделал что-то хорошее я ему говорю послушай есть очень хорошее слово я когда-то от одного человека услышал она звучит так дёготь и когда человек даже много делает чего-то хорошего то одна ложка дёгтя она способна испортить потом целое ведро меда именно поэтому не нужно стараться к честности нужно стараться к искренности это нужно делать вот искренне если вы там склонны к тому чтобы изменять изменяйте но делайте это так чтобы никто не знал тогда это не грех потому что грехом считается огорчение или огорчение чьей-то души то есть если человек допустим узнал что вы изменяете это причинило ему душевную боль вы согрешили перед ним а если человек не узнал то тогда вы не согрешили именно поэтому вот так можно это рассматривать ну и грех это плохо я тот человек который считает для себя возможностью прожить жизнь с одной женщиной развитием духовности возможно прожить и прожить человеком милосердным и добрым возможностью развить духовность могу сказать вам что я от этого не потерял я противник самоубийства божьей да мне не ideia я да